Сюда пошел по той. Больше там никогда не ходи. Только поездки и заходи. Заходи. Я сказал, там ни разу не заходить больше туда. Ты это хорошо запомни. Мне не надо твоих никаких. Мне не надо пояснений. Сегодня я тебе давал лет в поручении. Ты всегда отдавался и сбякал. Ой, сегодня очень интересная у нас. Ой, 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 сейчас придет. Подожди-ка. Первый раз такое. Это и опыт имеет еще больше. Сейчас зайдем Сережа, где он вынеснет. Значит, что у меня? Сухари хочется набрать. Сегодня, если я не ошибаюсь, 23-й уже, да? 23 августа. Погода резко изменилась, дождь. Я говорю, что проверять мордушки. Люба ушла на другой уровень. Она глубинующий. Там и около берега. Вот Сережева мордушка. А вот это, убери-ка куда-то. Вот это вот моя. Ну, маленько я могу. Дай какую-нибудь чашку. Сейчас я вывожу, покажу сколько. Вот. Потом у меня еще там две мордушки. Маленькие. Ну и это, вот, палец видно сколько. Ни одной живой. Тогда все до одной живые, и вдруг ни одной живой. Так не бывает. И в маленьких мордушках неживые, и здесь все неживые. И во всех нашел три жука. Плавунца. Ну, к нему никакого отношения не имеют. Что означает? Все съедено. Ни воли не вынесли. Когда я ловлю, они все живые. В прошлый раз 813. Домой приношу уже девять десятых мертвые. А он ни воли не выдержит, задыхается. Я говорю о гальяне. Значит, вывод. Погода не погода, надо проверять вечером. Это я на рукавнике надеваю. Когда там в подвешенном состоянии хлеб должен висеть в мордушке. Это я заложу в мордушку, и до сих пор у меня грязно. Только постираю, опять грязно. Я сам стираю, сушую. Сейчас решил на рукавнике. У меня на рукавнике для... Ты не когда печи чистишь, делал. Смотри. Сейчас виталия зайдет. Выкладывай все. Так, сейчас ты мне поможешь вот так вот отпилить на три пальца вот это вот. Ее все еще переворачивает. Большой поплавок, дерево. Так, я пока здесь положу. А, Виталий, быстренько раздевайся и иди сюда. Куда мне это повесить-то, не знаю. Тут много пыли у тебя. Ну смести. Ну ладно. Сейчас я какое еще расскажу. Что сего сегодня научились. А то у нас не просто так. Пошли да и взяли. С ним на себя начали. Ну что это, не вошли в ведра, да? Или упали. Немножки в ведра. Так, туда не заходи. Просто кинь или все. Эта шторку будешь задевать сапогами. Шторка очень низкая. Ее сделать как-то повыше витает. Слышь. Ну ясно. Она будет все время грязная. Ты слышишь, я говорю? Да. Что я говорю? Шторку повыше. Ну а мухи будут залетать, Игнатьевич. Какие мухи? Для мухи, чтобы не залетали, достаточно два сантиметра. У вас двадцать. Ты сейчас только подошел сапогами и грязью задеваешь. Ну что-то толковать. Выход один есть. Так, Виталий, с тобой разговорим. Вот вы пришли туда. Палоточком утирайся. Где он, Патыши? В этих нету. В этих нету. У меня сколько брюк, сколько костюмов. В каждом правом кармане платочек. Я тебе говорил об этом. Платочков нет. А Надежда Васильевна, скажи, чтобы сшило 15 платочков. Что сказал? Надежда Васильевна, скажи, чтобы сшило 15 платочков. Все, во все карманы натолкаешь правой рукой. Но влево у тебя там разные инструменты. Веревочки всегда чтобы были. Веревочек пять. Понял? Да. Как тяжело у тебя это проходит. Вчера коснулось мордушку привязать. Двое. Ничего нету. А я полез в карманы. В одном кармане, в другом веревочки лежат. У Володи приучил. Все. Ну, облегченный режим. Крылья отпустили. Ну, нет. Там, а я здесь. Я вытаскиваю мертвую. Я, конечно, должен задуматься, почему. В мордушку залез эта зелененькая сетчатая. А там и нет ничего. То есть они попали с утра вчера и, ну, может быть, передо мной. Это разницы нет. Все равно мертвая. Это съедобная рыба. Ей никакой разницы нет. Когда море подтаскивает рыбу. Не, не. Вот там, допустим, полтора миллиона. И они все мертвые. Только один муж целый был. Когда один подошел в работник, он его вот так вот швырнул. Видел? В интернете. Благословите? Да. Бог благословит. Давай. Сейчас будем слушать. Вот ты подошел ко мне. Я тебе говорю. Бери вот эту палку, отнеси сюда. Потому что притыкать варнушку не будет. Она нужна. Ты стоишь. Я второй раз тебе говорю. Даже не видел. Все время руки сложены. Все время у меня парень был такой. Расчищаем. Плотину убираем. Он все время... То есть не нужно ни пальцев, ни руки, ни суставов, ни нигде. Ничего не нужно. Так, это... Это большая слишком. Это большая. Настолько большая, что она громится на пол. На. Да там поменьше есть. Это можно где-то рядышком поставить. В крайнем случае. Там нас... Почему ты сразу не взял палку эту, которой кол пришивать? Почему я должен три раза повторять, когда ты их слышишь, я глухой? Ну и надо унести. А там палка кошкуренная, заостренная. Но в данный момент ее в воду нельзя залазить. Мордушку ставить-то холодно. Да ты же ни разу не лазила, Сергей. Ты сразу пришел на берег, все. Мордушку подтягивает. Он не может поднять. Он видит, что она уже уперлась в берег, ее надо поднимать. Неизвестно рыба есть или нет. Виталий, вот стоит так или вот так вот. Я говорю, ну ты же видишь, расстояние три шага. В воду не лезьте. Ну подхвати мордушку-то. Вот смотри, три шага. Пальцы не ломай, ни щека никогда. Ты слышал, я тебе сказал вчера это? Вчера это было лишнее сегодня. То есть ты игнорируешь? Вы вместе за одним столом сидите. Может быть одного возраста. Почему ты не видишь, что мордушка огромная, он подтащил к берегу, поднять не может? Почему ты не подходишь, сразу бросился и поднял? Почему ты не делаешь, чтобы не мешать человеку? Как ему мешать, когда он рычагом поднимает, не может поднять? У него есть голос. Он стоит от берега. Я не стал мешать. Остановись. Ты все время мешаешься. Вот это беда твоя. Ты сам сознался. Ты не работаешь, а мешаешься. Смотри, вот это вот озеро. От кастрюли в озеро. Он отсюда вытягивает. Он не в озере стоит. Но где он стоит, тут подход с двух сторон. А мордушка у него оказалась слева. Как ты можешь мешать ему? Не знаю. Я не стал мешать. Честно, Игнатий. Я это понял. Я понял. Я понял. Ну, как ты мог мешать? Теперь задумайся, что это сатана тебя подсовывает. Ты мешаешь совсем. Мешаешь ты жене, мешаешь ты ребенку. Поэтому нет свиданий. Я разоблачил наконец-то. Почему? Ты мешаешься. И ты сам вывел себе, черту подвел. Со мной не имейте дела. Гляди. Он тянет и отступает к берегу. Тянет. Теперь отступила к берегу. Он уже два шага. Теперь стой здесь. Гляди. Вот где озеро. Вот это пространство сухое. И ты стоишь вот здесь. Вот рядом и стоишь. А мордушка уперлась в берег. Ну, подскочи. Я тебя вытолкнул. Сразу подошел. Никому не мешаешься. Вытолкнул. Ты понимаешь, у тебя даже ложь глупая. Лжец должен иметь очень хорошую память. Он должен помнить, как было и как сказал. И другому сказать так, как один раз сказал, не по-другому. У лжеца память должна в несколько раз быть лучше, чем у человека, говорящего правду. А правду он... Ну, просто передаем все. Он ляпнул и... Ну, все. Ребятички вот сидят, хвалятся. А у кого чего есть? Один говорит, а у нас... А у нас там это... В квартире газ. Это Михалков пишет. Так не помнится. А этот не может ничего сказать из другой басни уже. Он подумал, а что сказать? А у нас сегодня с мамкой солдат ночевал. Он... Почему? А он мне конфетку дал. Ночью Виталий приходил к нам. Он не знает, что сказать. У него обыденное, а тут необычное. А тот говорит, а у нас в кадушке квас. А большая ли кадушка-то? Большая. Тут один шел. Ехали там. Хотели знать, что у нас квас. Мамка, когда залезла черпать туда бочка, так ей вот так вот было. В бочку она залезла и вот так было. Это из области сказки. Есть такая восточная, были легенды. Почему ты не подошел к нему? Я же сказал. Другой причины нету? Нет. Ты хорошо запомнил, что сказал? Да. Сегодня в обед ты остаешься лишним. Будешь напротив обеда стоять. Понял? Хорошо. Рыбы больше не получишь. Рыба тебя не касается. Чистить все будешь, но рыбы не касаешься. Пока ты не поймешь, что это обман. Почему? Я тебе доказал. Лишней никак не может быть. Она огромная. Вот стоит. И вот только расстояние. Ты стоишь сзади. Вот она. Подходи с этой стороны. Стой. Прочная почва. Трава растет. А я лишний. Да кто тебя сделал лишним? Я в своей жизни еще ни разу лишним не был. Нигде и никогда. Нигде и никогда. Беседуя с Александром Менем, я ему возражаю. Не лишнее, а ему полезное. С отцом Глебом Якуниным 16 часов интервью беру. 16 часов. Покажи мне, кто такое интервью брал. А ему есть что рассказать. Семь лет отбухал только в лагерях. Только что его восстановили. Только что встреча с Рейганом была, пришел. Я беседую с Дмитрием Дудко. У меня много бесед есть. И ни разу лишним не был. Ни на одной беседе. А почему? Потому что я человек. И мне что-то Бог дал. И спросили, у кого есть слово. Я стал говорить. А после моего слова ему уже говорить нечего. Ты посчитай, я об этом пишу. А то Яков Кротов пишет. Он не знал еще, кому дал слово. Мы с ним договорились. Он сказал, я стал говорить о рождении свыше о любви Богу. Тема-то такая. Любой баптист будет сказать. Но я сказал что-то другое. У меня под столом сразу пошли записки. Он не видит. Он посидел маленько и говорит, Игнатий, я столько лет собирал вот эту общину. А вы как ледокол прошли и разрезали вот так вот все теперь. Я знаю, в этот же день, если бы я пожал половину общины, я выгол бы от него. Это было до ареста. Вот Господь как делает. У меня в мыслях не было. Я просил быть моим духовным отцом. Это прекрасный, чудный человек. Но однако вот это вот постоянно. Отец Дмитрий сказал. Отец Дмитрий сказал. По слову, не по слову. Неважно. Нигде. Женщины с разрезанными платьями сидят здесь. Он боялся, что снова его выкинут. А кроме этого, никакой работы больше не есть. Куда он пойдет? Изуродованный весь, изломанный. Я тебе просто показываю. Лишним никогда нельзя быть. А говорят, а почему я должен помогать? Что у нас общего? А зато он говорит, воздух общий. Земля общая. Солнце общее. Общий Бог. Все. Попало что-то? А ты не знаешь, что попало? И за что захашел? Не понимаешь, да? Что-то попало. Где он? Это признак беснования. Один из признаков. Кто-то, а очень хороший человек есть. Я могу назвать Виктор Андреевич Яковлев. Врач. Краевой больницы. Патологонатом. И как что еще? Я говорю, скажи, а что это такое? Да не знаю, что-то горлее мешает. Ведь тебе ничего не мешает. Это сатана. Это признак беснования. Да вы что? Он не стал вот так лыбиться, как ты. Застывшая резиново-сектантская улыбка. Они все с такой резиной улыбкой все это льстят друг к другу. И он сразу же в течение недели истребил. Больше ни разу не кашлянул. Почему? Он любит Бога. Я, говорит, никогда не обращал внимания. Он дергает и дергает. Я тебе еще раз говорю. Недавно мне говорят. Здесь потеряевки один есть. Я говорю, а что же он не идет-то? Пенсионеры. Рыбу такая ловить-то. Он не любит рыбу. И когда я жарю, говорю, запаха не терпит. Это явный, просто вызывающий признак беснования от рыбы. Христос с рыбаками увеличивает лов рыбы. После воскресенья опять печеной рыбой кормит. А человек не переносит. Почему? Дьяволу это не надо. Я тебе попутно говорю. Один из признаков беснования. Я не говорю, что это беснование, но явные признаки. Я считал об этом и проверял. Ну, у меня реально в горле поперщалось. Но мне раньше не позже, а когда об этом заговорили. А в чем? А в чем вы говорили? Ну, что я не помог, Сергей. Ну, да? Что я лишний, что я мешаю всем в этом. А он тебя сбивает, что ты отвлекся. Ну, у меня, Игнатьич, я помню... Все. Пока не надо. Ничего объяснять не надо. Что ты помнишь? Ничего не помнишь. Теперь ты не подошел. Палку почему сразу не взял, который сказал? А я взял вот эту. Да третий раз, когда сказал. Ты даже не замещаешь. Встал и стоит. Я говорю, бери палку, и у вас руки свободны. И сразу на сад. Вот мы из сада принесли сейчас. Это падалица все. Это когда мы вышли из огорода, что ли, из сада? Сейчас не надо ничего. Из огорода. Там, когда ты подошел, я рыбу ловлю. Там. Теперь дальше. Здесь. Надо брать. А она зеленая. Я не говорил, зеленая или какая. Первое, что я сказал, не рвать, а брать, которая палку. Прихожу, ты стоишь и рвешь. Почему? Желтую порвал. Потому что я здесь собрал все. Да не сорвал. Мы еще брали. Он брал сколько? Желтую. Именно желтую. Вот здесь она лежит. Я не знал, что нельзя сверху-то брать. Да я же сказал. Даже не знал. Ну ты слышал, я сказал, брать падалицу. Я взял вот у себя все. Что это? Ну вот от себя ты показываешь. А дальше. А я там лишний. Ну почему? С той стороны Сергей такой брал. Я подошел, Сергей там, когда он пошел, еще брал. И я еще желтая брал. Я пришел позже вас. То есть ты рвал. Ну ладно, это дело другое. Дальше. Я говорю, тогда иди вот к этой яблоне, у нее падает. Ты опять. А там зеленая. Я слово зеленое не говорил. Я сказал, собрать под это яблоня, яблоня. Я не могу ничего сделать. Того надо проверять и долбить на каждом шагу. Что это такое? Как с тобой работать? Но если у меня пять рабочих, то я ничего не могу сделать. Мне надо самому собирать, чтобы я дармоедом не был. Я вам хотел просто... Мне не надо твое хотение. Еще раз говорю. Ну как сказать. Мне не надо пояснять. Я тебе сказал. Ты подчинение или я у тебя? Кто у кого подчинение? Я. Я. Ты пришел. Почему он не спрашивает? Я тебе что сказал, то он и делает. Он рядом с тобой. Такого же возраста. Такая же борода. Такой же пояс. Почему он мне ни одного возражения сегодня не сделал? Потому что я уже допилил его. Все. И рога, и копыта подпилил, и хвост обрезал. Смотри, улыбается. А у тебя только начинаем. Ты не думаешь, что я говорю, а за собой не смотрю. Я ложусь когда спать. Молитвы все прочитаны. Все. Я ложусь спать и трижды перекреститься, как говорится. И да воскреснет Бог. Я начинаю читать. Но у меня я никого не обидел. На душе хорошо. Жилой перерабатывает. За два часа до сна поел. Меня ничто не беспокоит. Ложку меда съел. Прогулка была я на улице был. Звезды насмотрелся. Ну, у меня на душе такой мир, покой. Я за всех врагов помолился. И нужно прочитать, да воскреснет Бог. И я его не досчитал молитву. Заснул. А еще бывает хуже. Сначала только читать и позевнул. А что особенного? Я весь день в труде, как некоторые, я вроде лопату взял, чтобы сфотографироваться только. Они знают, что я вместе с ними, и когда пилили деревья, всех молодых упарил. Он еще в порох-пороховницах есть. Я снова начинаю считать. Второй раз, не досчитал до конца, опять заснул и сразу проснулся. Я что же делаю-то? Я тогда сел, сел на кровать. Холодно, не холодно сел. Господи, прости меня. Почему? Я в этом усматриваю признак беснования. Сатана подходит ко мне. Я так решаю. Как молитву против сатаны, а я заснул. Да какой же я после этого? Да кто так рассуждает? Ну уж, мы уж, чересчур. Какое объяснование? Я предполагаю, я нагоняю на себя страх, чтобы больше этого не делать. Сидя, я уже не заснул. Мне холодно. Я досчитал молитву, улыбнулся и заснул. У меня сестра родная жила, жили на одной квартире мы. Примерно там 27-47 секунд, чтобы мне заснуть полностью. А человек мается, а я лег. Вот ты. А почему? До днем, потому что ты ложился. Или после общего подъема, если я зашел, ты кемарить надо еще решил. Притулился. Ты доведи так, чтобы едва-едва до постели добрел, упал и все. Не забудь помолиться, всех простить, все как надо. Уделить нуждающимся, распорядиться десятиной, алиментами, всем. А у тебя на душе неспокойно. И поэтому сна нету. А вот у меня иногда бывает суд, я готовлю материалы, у меня сон пропадает. Я ничего не могу сделать. Я тогда стою на молитву сразу. Встал на молитву, положил две тысячи поклонов. Хотя уж не скрою, перед Богом. Две тысячи поклонов. При моем больном позвоночнике. При двух грыжах, которые еще не тронуты. Одной операции сделали. То есть я на самое мелкое, на шинковое себя. Не то, что к тебе я пристал, вот нашел дед. Да я бы ему рубанул там один, да я бы да, да ПХ, Б. Все собрал. Он не знает, он никто, сатана залез. Ты знаешь этот рассказ, когда наставник посылает ученика капусту посадить? И говорит, посади обязательно корешками кверху. Он пошел, да, старенький стал мой отец духовный. Заговариваться стал. Пришел в поле их только. Он пришел, все взял, да. Корешками-то кверху посадил? Нет вообще, книзу. А что бы выросла-то свекверка-то, ну? Он говорит, послушание выросло бы, сын мой. А капуста у нас запасная, нам серапима еще дала и Ирина. Что? Послушания-то у тебя никакого нет, вообще нету. Я тебе сказал, тем путем больше не ты, никто, чтобы больше не ходили. Вот по этой дороге, где все заходят. Ты скрываешься от глаз. Там ходили эти женщины были, мне это не нравится. И дороги там нет, это та вещь дорога. Зачем ты лезешь кокосом? Это называется овчарня. Зачем идти не по дорожке, не с центральной дороги, а по овчарне крутить? Чтобы быстрее дойти. Быстрее? Да. Сейчас ты пойдешь шагами замеришь, где ты там сворачиваешь отсюда и пройдешь посуду. И покажи мне разницу в шагах. Ты это понял? Да. От порога вот этого крыльца, Прошагай через где ты там, откуда пошел ты? От дерева там или откуда? Отвернул. По-разному бывает, знаете. Ну до одного места дайди, разницы нет никакой. И от того же места теперь обратно иди другой, куда все идут. И покажи разницу. Сколько будет. Там и то и другое запиши. Бумажка есть? Нету. Кармана нету. Бумага есть? Нету. Ну понимаешь, теперь гляди я лезу в карман. Вот мой карман. Внимательно гляди. Я достаю. Здесь что? Здесь документы, газеты, расческа, деньги, бумажки записать. Одну из них я достаю. Гляди. О, держи. Теперь гляди. Я лезу в карман и достаю. Гляди внимательно. Что достаю? Два карандаша. Один из них я дарю тебе. Бери. Красненький. И ты запишешь. Вот отсюда шагай. Левый, правый, левый, правый. И считай шаги. Потихоньку. Не ошибись. Ты свободен. Жду документацию. Чтобы ты увидел ложь. Всюду повсюду ложь. Обман. А тут короче. Это не диагональ. Это те же самые стороны. Прямоугольный треугольник. То, что здесь, что там. Так. Ну вот набрали. Володя. Теперь приложить надо все силы. Это вот они падают. А он еще что Виталий говорил. Я их задеваю. А они падают. А об этом мы не разговаривали. Упала. Ты не тряси. А если упала. Значит она на грани этого стояла. Она и упала. А которая крепко ее трясу. Я не могу чтобы упала. Это вот сейчас мы набрали два вот их ведра. А ты учи на севере. Арбузные корки не выбрасываются. Они солятся. Это витамины. А мы здесь, говорится, зажрались. Вот так едят яблоко. Вот так вот грызет. А вот здесь вот столько остается. Ешь яблоню. Яблоко. Должен остаться один буделек. Семечки тоже можно сощелкать. Вот. Вот этот буделек называется. Торчит. Хорошо. Только на крыса считай. Первый шаг с крыса. Сейчас скажут какого дядьку заставляет. Да я бы его на меня. У тебя и нету здесь. Он приехал второй раз. В прошлый раз я его выгнал с треском отсюда. Но он нигде ничего не бузил. В интернете нигде всякой пакости не выставлял. Как некоторые уехали. И где еще про меня против скажут. Там вот сейчас роман этот малыш делает. Он сразу сбрасывает. Он клокочет внутри его. Сам себя запутал. А человек-то хороший. Трудягость. Нас с ним не сравнишь. Чтоб всех. Он все мог делать. И атака все сатана похитил. Все разрушил. За покинутый двор пять лет не приблизиться. Пять лет. А за пять лет он может только продать. Цена каждый год будет только падать. Сгнила. Растащилась. Пропала. Украли. Вот я вам посылаю. Он пошел. Ты где? Так вот скорее. Я жду. С колеса первый шаг. Не ошибись. Я брал когда газеты. Бумагу. В издательстве Алтайское право. И потом решил сочетать шаги левой ногой. А дома потом я замерил. Идло без напряга. Сколько. И получилось я прошел за бумагой 3300 километров. То есть чуть подальше Москвы даже шагнул. И все время полные рюкзаки тащил. Тащил. А потом бумагу вот и переплетал. Вот как раз перестройка была не была. Тащил в школы бесплатно. Студентам бесплатно. В милицию приносил бесплатно. Брали с великой благодарностью. В тюрьму. Медицинским учреждением один. Об этом писали журналы разные. Почему я говорю об этом? Потому что открыто делалось. Я никак не мог быть посторонним. Добился разрешения. Но вот антитеррористическая какая-то акция стала. И отказали всем заходить. Я пришел. Владимир Георгиевич. Грохотов. Я хочу брать газеты. Они дают. А запретили всем. Я еще не могу. Мне пришел указ. И чтобы никого посторонних не было. А так некоторые были газеты брали. А потом продавали. И чтобы их не продавали. Ну маленько бывает попольченные газеты. А рядом с каким-то раствором красным. Ведро. И эти которые издают газеты. Они свои пачки туда сунут. И на них отображается. Что бракованные. Бракованные. А он эти бракованные брал и продавал видимо. Я пришел. Ну не могу я. Не могу. У нас хорошие отношения с ним были. И Прокопьев кажется его заместитель. Тоже хорошее отношение. Издательство. Алтайская правда. Это большое издательство. Газета сто там восемьдесят тысяч экземпляров было. Кажется столько было. Ну крупная. Она нам печатала тут так много. Я говорю. Ну мне же надо. Я для людей. Ну я сказал. Я не против. Ну никак. Я говорю. Если будет ходатайство. Какое? Ну. Организации какие-то. А на что у меня организация? Ну я говорю. А администрация отельского края. Как? Ну так. У меня близкие отношения с ними. Суриков Александр Александрович. Ну вы взяли. Кто там будет? Мэр города. Баварин Владимир Николаевич. Параскун. Юрий Педорович. Прокурор края. Генерал-лейтенант. Да вы что? Все. Я говорю. Больше не надо. Я пошел к назовщику. Председатель законодательного собрания. Прокуратура. Суды. Мэр города. Милиция. УВД края. Там. ГУИН. Усреждение тюрьмы. Которым я посылал. Я говорю. Никак. Походотасники. Все написали. И написали. И послали. Я прихожу. Вот так вот. Ой-ой-ой. Что вы наделали? Тут такая акция идет. Говорит. Откуда нет? Только что. Говорит. От президента страны нету. Иди. Бери бумагу. То есть. Прошиб насквозь. Господь. Все. Я теперь вхожу один. Те боялись показаться. Почему? А они брали для себя. Они брали для кармана. А я ни копейки себе не брал из этого. Я переплетчик. Вот она. Бумага такая. Газету делаю. С одной стороны напечатана. С другой нет. Выбрасывается. Я все собирал. А другое. До конца рулон не разворачивается. Я тогда вот такие вот. Размер. Вот алтайская правда. Это чистая бумага. Я их приношу домой. Складываю. Переплетаю. Бывает. Корочки сделаю. Настоящие книги. И обрезаю. Обрезка у меня есть. Такая дома. Нож. Все. Это столько работы было. И теперь студенты. Рюкзаки у меня набирают. И тащат в университете. Там вот так хватали. Писать не начали было конспекты. В армию брали. Пряжки нету отца просили. По уговах нету шинели. В больницу со своими чашками ложками шли. Момент. Вот. Я нашел свою ячейку. Больше я на больше не мог. Журнал милиции печатал про это. Блоги в потемках видят. Человек в одном и том же направлении. Все время ходят с рюкзаками. Вы знаете что такое? И дальше меня называют. И у меня даже это есть. Для слова божьей нету. Где? А то делать нечего. Дальше. Я еду сюда. Заслал. Тут приезжают школы из разных деревень. И все это печатают в районных газетах. Ну. Ну найдите в стране кто занимался в момент разрушения государства такими делами. Поддержать. Не дать разрушиться. Виталий пришел. Сейчас мы поговорим. Я всегда находил. 17 лет сотрудничею в тюрьме. Бесплатно. Иду по камерам. Раздаю бумагу. С разрешения начальства. Раздаю газеты. Вместо лагеря только разово я завез. Разово. Машину нанять. Разово. 4,5 тонны. Речь идет не о килограммах. Почему? Тысячи людей. И куда бы ни принес учреждения медицинские. Милиция. Прокуратура. Ни у кого нет бумаг. Я всех снабжал бумагой. Кому-то переплетало. Кому-то так давал. Но не переплетенное. Так это ни день, ни два. Несколько лет. Которые нападают. У них ничего нет. Это пустышки. У них ни имени нет. Так. Подойди туда. Давай. Рассказывай. Сколько? Вот отсюда прошел. Ты сколько? Лукавый путь. 140 шагов. Вот здесь 140? Да. Какой путь? Вот этот? Лукавый. Вот твой? Да. 140. А этот? Правый путь 174. Так. Получается разница в 34 шага. Да? Да. И все. И стоило тебе это идти поперек. На. Вот эту. Сохрани себе бумажку. 34 шага. Я покупаю у тебя. Я покупаю. Ты понял? Нет? Это как? А вот так. А подумай. Когда мансиньору Бивеню к епископу Жан Ваджан попал. А пошел и своровал. А он только шарнулся. Его поймали. А епископ показывает. Ваши это светильники там серебряные. Он говорит. Сын мой. Я же вам подарил. Вы забыли. Полиция. Как? Жандармерия там поймали. Вы? Подалили его? А он только великие праздники выставлял эти светильники. Слушай внимательно. Это. Ле Безонабле. Называется. Отверженный Викторий Гуго. Фильм, который подвиг меня искать близости к Богу. Жан Габен играет. Я ему письмо написал во Францию. Он. Да. Я покупаю у вас душу. Это был полный переворот. И дальше тебе это роман разворачивается. Есть фильм. Но фильм не может показать внутренние переживания. Ты сейчас понял, что я говорю? Я покупаю у тебя 34 шага. А теперь думаешь, что это такое. Больше никогда туда не ходить. Я благодарю, что ты сходил. Работай над собой. 34 шага. Это 17 раз только левой ногой шагнуть. А в чем речь идет? 34 шага. Понимаешь? Смешно даже. Я всегда говорю, что найди свое место. Газета Алтайская правда. Другие писали, когда стали строить купели. И говорят, версия Лапкина оказалась верной. Не версия. Это каноны. Говорят, надо так делать. Надо крестить правильно. Помню, крестный ход был. А благощинный Войтович отец Николай. Прямо из крестного хода вышел. А я стою. Игнатий. Да каких пор будет терзать нашу мать церковь. Мать церковь. Она мне не мать. Она мальчика злобная. Все время против меня травите. Какая она мне мать? Никто так не заходи. Вот так. Почему? Да все звонят и говорят неправильно. Крестят. А что мы можем сделать? Уполномоченный нам не разрешает. Уполномоченный в краевой администрации. Я туда. И говорю, Александр Петрович, сидишь. А так, как правило, работники КГБ бывают генерал-майор. На пенсии когда-то. Я говорю, а почему жалоба-то на вас такая, что не даете? Я? Да мне хоть утопи всех. Мне другие органы заниматься с вами будут. Баптистский крест полное. Старообразцы полное. А что бы я вам запрещал-то? Я пришел отец Николай. В действительности не так. Уполномоченный не запрещал. Так вы у него были? Был. И вас пропустили? А меня не надо пропускать. Я сам прошел. А почему? Уполномоченный по делам религии находится на третьем этаже. А представитель президента на втором. А у меня с ним рука в руку. Я к нему иду. А дальше поднялся на тот этаж. Бог дает таких помощников, каких я во сне даже не видел. Первый секретарь Компартии Центрального района Ремнева Надежда Степановна. Теперь она в краевой администрации работает по социальным вопросам где-то. И она за меня заступилась, когда я не мог выиграть процесс. Она написала в судебные органы, где там что, администрация, прекратить безобразничать. Все, что вы пишете, делаете сладкими, все это по всем статьям опровергается. Она мне очень сильно помогла. И примерно лет через 15 я разбогател несказанно книгами. Я пришел в краевой администрацию, если я не ошибаюсь, Сергей Павлович привез меня. И я ей там подарил к ней. Вот он кивает головой. Я нашел всех. Какие директора заводов РТИ. Там есть какой там станкостроительный горшкоп. Он сейчас ректор университета какого-то института. Я всех нашел. В зеркальной фабрике, которые, ну я даже не знаю где. И он меня везде возил. И всех я наградил. И наградил, а они в ответ меня еще больше наградили. Один вынес полушубок. Новый. С идеейкой там это. И он у меня сейчас висит. Никита его бросил, все. У тебя не еще носить, я тебе подарю его. Подарю. Другой возьму только тогда, когда возьмешь деньги. Деньги мне сойдет. Директор РТИ. Директор РТИ. Хромов. Анатолий Петрович. Я вам подписываю. Настоящий русский патриот. Он подарил мне четыре лодки резиновые. Лодки, которые плавают. Ты плавал. Теперь шланги, которые идут везде. Это он подарил. Я ему как-то встретились. Резиновые такие палатки накрывать надо было. Я ему говорю. Ну как? Работают? Вот эта материя зеленая, с которой шито все. Это он подарил. Солдатская. Я ему говорю. Я о лодках даю кататься только в воскресенье детям. Чтобы сохранить. Да вы что? Вы что делаете? Да пусть дети катаются каждый день. Резет сейф, достает мне деньги. Дает там шоколадки купленные. Какие люди у нас в России. И он меня к нему возил. Он теперь на другой работе работает. РТ там что-то закрыли или что-то. Ты понял? Это Бог делает. А его помощники как мне везде помогали. Почему у меня все в таком лодке? Пожалуйста, лодки. Это на одной вере. У меня еще три запасные. В лагере, который там бак стоит, качает. А то под землей коммуникация идет. Теперь в музей. И на это посягают те, которые гвоздя не забили. У них никаких специальностей нет у этих людей, которые злодейство творят. Я попутно тебе все говорю. Он лишний никогда не был. И вот люди услышали только дробот. Умерла Анастасия Валерьевна. И тут же сразу. А на какой счет можно перевести деньги детям? Не их детям. Не алименты. Чужие совершенно люди. Галина сказала вот так. А если привязка там телефона или где, она сразу еще номер. Все. Деньги поступают. А чтобы она куда не пошло, избрали деньги у нее. Тратить будет она после совета благословения батюшки. Совета со мной и с Виктором Андреевичем. И все это выставили. Мы деньги не видим, не знаем. Распределять будут другие. Но посоветоваться они обязаны. Как умно сделано. И все это открыто. Не так, что у меня пятеро детей. Двое церебральных. Я болею. А решили проверить. Пришли. А там студент третьего курса. Распространяет, что высылали. Мы ничего не скрываем. Я каждый день это объявление выставляю. И дети. Год рождения. Дата. Вот Инафа. Тогда Ваня. Тогда Ифросиня. Тогда Местор. И все это выставляется каждый день. Понял мы как живем? Почему? С нами Бог. Покорять есть языки. Яку с нами Бог. Так ты сейчас стоишь. Может быть стоишь будешь? Давай. Пока ты не осознаешь, что ты лишний был зря. А я расскажу откуда это идёт у меня. Я вспомнил. А это хороший вопрос. Нет. Я вспомнил. Я могу рассказать. Давай. Вот так получилось, что отец у меня на грудь принимал хорошо. Выпивал. Что значит выпивал? Да. Виктор. Виктор, да. И как бы мама мной занималась. Мать. Как знаешь? Женщина. Людмила. Она живая? Виктор, они живые ещё. Жилые. Да обратите Господь всем сердцем. Святую Православную Церковь. Вот. А мама как? Она вот не надо. У меня прям детское такое желание. Мне везде хотелось проявить себя. Но она мне по рукам била. Не надо сюда не лезть. Сюда вот это вот. Понимаете? Я это понимаю. Ну вот я вам рассказываю как будет. Вы же понимаете? Я отвечаю. Я понимаю. Вот стоит Володя. И вот такие вот как шевеленькие девчонки. И они руки в тесте. И он их всех учит. Ролик стоит. И там вообще. И на это нападают. И это вот постоянно происходило. Пока я. Вот у меня сложилось вот это вот. Я вот сейчас вот анализирую. Откуда вот это вот. Ну он узнал. А дальше там был вывод какой? Что какой? Мать виновата. Не он. Мать виновата. Почему? Не в этом дело. Я говорю. Навык откуда сложился такой. Порочный. Так скажем. Почему у нас в семье 10 детей. Во сколько в семье детей? А? Двое. Двое парней. У нас пять парней, пять девчат. И у нас лишний никто не был. Почему? У тебя мать сколько классов кончила? Ну все. Все десять, да? А отец? Ну так же. Двадцать. У меня мама. Мария Егоровна. И отец Тихон Дмитриевич. Вдвоем не кончили пол класса даже первого. У них ничего не было. Мать научилась считать в шестьдесят лет. Самостоятельно. А отец так по буквам. Ну. Откуда они это знали? И мы знали. Каждый день они нас нагружали работой. Мы за все брались. Все мы должны были делать. Но у меня таланта не было делать то, что старший делал. Он мог из разных приборов сделать магнитофон. Нормальный магнитофон работает. Приемник большой на разные волны. Сам. Корпус сделать. На обмахный трансформатор. Все. Самуил Тихонович. Я, как говорят, нехорошее слово такое. Обожал его. А он меня всегда обманывал. И я на сушниках деньги заработал. Он заберет и я в армию пойду. Я тебя тогда запомнил. Я даже не мог понять, что в армии-то деньги-то не дают. Какой-то жене контрактник какой-то. Я вот так любил. Лыжи сделает. Это даже для них все. Стрелять там щелка. Или рушилка. Там пшеницу дробить. Он все мог. Но он греха не боялся. Сырщики. Это творог со сметаной. Мать сделает такие аляпушки. Вот с руку. Ну скоро Рождество будет. Тогда мы едим. Он идет мимо в карман. Там мать посмотрит. Там пустое место. Надо же. Крысы забились. А таких людей крысы и называются. А мать то ли серьезная вещь. Я ему скажу нельзя. Пошел ты. И так он умер. Не дожил до 60 лет. Мастеровой человек в Москве. Это Игнатий Ильич. Я считаю что это вот женское воспитание такое. Когда отец отцу. Ну как бы отстранен от воспитания. И вот женщина она хочет сберечь. Ой ой туда не иди. Здесь не иди. Посиди здесь. Я все сама сделаю из-за тебя. Вот так вот. Это женское воспитание. Я считаю. Вот слово женское. И слово воспитание. Мы не слышали. Мне отец и мать. Ну как. Как по другому то сказать. Ну хорошо. Вот у нее шесть сыновей. Вот Алексей Семенович приезжает. Ее вызвали. Агарю в школу. Такие дети прекрасные. С высшим образованием. Как вы воспитывали. Она была хромая. Там уронили детство на ногу. А мы не воспитывали. Как не воспитывали. Такие прекрасные дети. Он главный агроном. Такого большого совхоза. Польщинский. Сисков Алексей Семенович. Да нет. Они все сами. То есть они в труде жили. А он. Семен то. Михайлович. Как буденый. Семен Михайлович. Он сейчас живой еще. Он подобрал все специальности. Какие у него есть. На любую. Его кое-где не стали допускать. Говорит. Он все подгрег под себя. Везде работает. Безотказный. На пенсии. Больше всех дал металлолома. Лошадку какую-то. Или на чему. На телеге. Блок придумал. Поднимает железяки. Везет. И сдает. Значит. Не в воспитании дело. А в избрании. Вот они делали так. Ну и что. Что говорили. Они нам вот не запрещали. Я допустим. Не могу делать. Но я другое. Я на любое дерево мог залезть. И там перенырнуть пруд этот. Еще что-то сделать. Я готовился к чему-то. А брата нет. Он удовольствие искал. Едем. Ну я допустим. Учусь в четвертом классе. А он на пять лет старше. В четвертом классе. Я на велосипеде везу его. Он сидит. И мы сфотографируем. Он стоит. Велосипед. Вот так руку держит. Фотографии есть. А я против него вот такой вот. В корче на одной квартире. А он учился на один класс. Тайка старта. Дальше меня. Я значит. В пятом. Он в шестом. Потому что он работал. Тут надо было работать. И он пропустил там. Года четыре. Ну и мне маленько. Это мой дом. Он кулагу сварит. Кулага это. Из оржи. Там. В печке русская парится. И что такое. Жидкое. Коричневое. Ну мне маленько плеснет. И все. Я в наших среди братьев. Самый маленький. Ростом. Метра семьдесят два. Но остальные. Ты видишь какие. Вот. Я говорю. Я не наелся. Он сразу сразу. Ну давай мериться. А что мериться то. Я перед ним вот такой вот. Ну все. Давай мериться. А что мериться то. Я же вижу. Сам по себе что меньше то. Ты говоришь. Да дай мне. Да есть то. А на двоих дается то. Он больше у меня пай куда вылезает. Так ты не. Не. Мать. Никак не трогаешь. Не. Я не в этом плане что. Я абстрагируюсь. Я говорю. Это же не только у меня так. Это практически всегда так. Игнать Тихович. Нет. Не всегда. Практически я говорю. Есть исключения. Есть. Ян Златоуст воспитывался матерью. Да. Матерью. Одной. Одной. А отца как говорить было? Секунд. 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 Или секунд. Секунд. А мать? Ну. Ну вот узнать потом как-нибудь. Анфуса. Анфуса. Вот. По-моему так. Вот. Мы говорим о том что если ты. Желаешь делать добро. И свою ячейку найдешь. Вот. Я нашел быть. Начальником детского лагеря. Сколько заботы. Работы. Ответственности. Бумаги нет. Я сейчас рассказываю. Я снабжал бумагой. И милиции. И прокуратуру. И школы. И лагеря. И институты. И на себе все таскал. 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 Переплетал. И бесплатно. Ни копейки никогда нет. Я нашел. Почему никто не нашел в Алтайском крае. Тоже самое предприятие. Меня туда вышибли когда. Я завалил этого директора. Просьбами. Начиная от губернатора. Прокурора края. Он. Я зашел. Представитель законодательного собрания. Назарчук Александр Григорьевич. И там все пишут. Совет ректоров. Университета. Он. Это такая акция. Идите вы берите. Он. Как. Весь народ просит. Весь народ. Потому что. Прекратилось поступление бумаги. Я без бумаги никак. В больнице снабжаю. В регистратуру несу. Представь бумагу нужна. Какая помощница? Да где я возьмешь? Я вытаскиваю. Так. Дайте мне. На другое окошко. Так. Чтобы меньше там было. Я всем хватит. Я носил и носил. И в то время у меня плечо заболело. Я. Рюкзаками этими. Перетер. Студенты. Занятия. И тут университет. Полные рюкзаки набиваю. Так. Ребята. Все на этом. Выделайте все нормально. Тихо. Teachings. Тихо. Отд backdrop. Тихо. Учай. Скоро.